всем привет с вами дата зен подкаст и это девятый 10 выпуск уже и давно мы не говорили ничего про data science и вот вам такая затравочка когда-то давно я был на курсах по data science и ну data science но содержит довольно много в себе под тем там и временные ряды и всякие рекомендательные системы и что угодно но все это не очень применимо вот просто дома я не знаю как можно применить рекомендательные системы если я просто хочу придумать какой-то себе проект выходного дня за исключением пожалуй компьютер vision ведь эта тема мне кажется наиболее близка людям потому что она очень похожа на то как и люди сами по себе воспринимают мир и и взаимодействуют с ним и как по идее роботы должны это делать и в принципе очень много прикладных задач можно найти в компьютер vision ну хотя бы я не знаю там не знаю следить за своим парковочным местом если кто-нибудь его занял вот вы его дворе такой считаете что это мое парковочное место и не дай бог там кто-то будет как сразу сигнализация и вы такой по двор разбираться кто занял вот отличный такой пример просто из головы и это все можно сделать при помощи компьютер vision не так вот и сложно а насколько не так вот и сложно нам сегодня расскажет о лена и сайенко который мы пригласили специально которая имеет определенный опыт в этом всем компьютер vision вашим привет лена привет расскажешь немного себе так немного контекста кто ты чем занимаешься занимаюсь последние лет шесть-семь писала разные участвовала в разных проектах в основном это был пойду джанга с плоском и как бы я в data science ну было очень далеко от меня и немножко так интересовалась было интересно почитывала статьи просматривала даже начала поднимать университетскую математику залазить вспоминать что и как пару курсов проходила на прометриус проходила это но как-то все это было очень далеко потому что вот как это применить в жизни и как это все вот согласуется и как-то все вот собирается то есть ну я даже представить толком не могла потом вот там было как раз время между проектами свободно и предложили не поучаствовать в проекте как бы немножко его закончить этот проект уже был написан и на пальто не им требовался просто специалиста который владеет пальто нам немного так разбирается в контейнерах и и мог бы там какие-то внести изменения доработать немножечко и вот как бы вот посопровождать я согласилась и вот класс класс расскажи что за проект я прямо уже этот проект был создан на начале ковидной эпидемии для того чтобы была возможность забукать рабочие места для айтишников чтобы они могли приходить в офис поработать и для вот для того чтобы как бы такая система наблюдения чтобы потом еще проконтролировать насколько эффективно эффективно используется вот рабочее место айтишниками я так понимаю насколько там нужно или там еще такие причины ну в общем вот такая вот такой дополнительный видеоконтроль за ними ну чтобы они конечно там не знали все обычно не любят видеоконтроля мне кажется что это больше контроль за местами а не за конечно да а вот и вот это первая аппликейшн с видеоопределением рабочих мест было разработано использовали инвидиевские девайсы наш конкретно девайс был инвидио джетсон аджикс ксавиер но довольно таки хороший хороший девайс то есть в любительском домашнем использование он наверное дороговато будет люди вот себе домой вот побаловаться с этим всем берут или карточки инвидиевские там 3x2 по-моему или вот на на такие попроще а вот для своих собственных экспериментов а вот но мы вот проект есть есть у тебя какая-нибудь статистика ну сколько достаточно чтобы было вот этой оперативной памяти в этой в этом девайсе чтобы туда помещались все эти модели потому что я вот на своем ноутбуке у меня там два гигабайта я пробовал там йола запускать она может работать работает а обучаться не получается какая у тебя вот есть информация поэтому но информация там надо почитать форму nvidia есть девелоперский форум там очень много информации там много людей которые запускают проекты работают экспериментируют используя на на и вот еще карточки тx2 мало того на гитхабе просто огромное количество имиджей созданных в сборке там куда куда днн opencv у них все это собрано и огромное количество там просто забить и именно по вот архитектуре вот вот это nvidia а вот просто у меня вот была проблема мне надо было сбилдить имидж ну в такой конфигурации чтобы был куда куда днн и opencv большая у меня была проблема очень долго я с этим билась работала меня не хотела билдиться нормально таку днн не виден то еще что-то имидж вырастал до сумасшедших размеров и вот для моей вот этой системы то есть аджикса на гитхабе просто ничего не было я перерыла пересмотрела а для nvidia вот эти тx2 ну то есть для других очень для более люди делают пишут складывают просто для разных для бунты для цинтоза для всего то есть там просто выбирай под свои желания то есть под свои нужды то есть можно рыться смотреть и это все есть вот но потом все таки решила эту проблему nvidia форум там уже так вот можно найти более такие вот тонкости там уже нашла свой имидж и потом тоже разобралась уже со своими проблемами потому что тоже проблем было много но вернемся вот для чего и как у нас это было сделано и как реализовано вот в общем первое аппликейшн у нас было сделано для рабочих мест для определения заняли это рабочее место или освободили то есть мы фиксировали события вот изменения вот изменения рабочего места для этого нам требовалась модель которая определяет человека в а использовали мы снапшоты с камерой не стрим на снапшоты были заранее размечены то есть на одном на одном снапшоте как бы с одной камеры шла картинка и там где-то ну 7 рабочих мест которые хорошо просматривались вот и рабочие места были заранее размечены ну и модель она заранее была модель мы взяли инвидиевскую у них есть тоже модельки свои уже тренированные это модель реснет 3 4 конкретно там они есть тоже тренированные на разное количество обжектов нас интересовал персом мы его выбрали то есть она себя хорошо именно в данной ситуации показала пробовали у нас и елу тренировали но вот этот реснет 3 4 оказался лучше результаты получается получается вы детектили человека в области ну как бы не в области смотрит человека да она полностью на на снапшоте да но если обнаружен именно в данной области он сразу то есть его до этого там не было сразу вот определяется событие это событие отправляется в общем по местам значению где потом она там обрабатывается и как-то отмечается вот так вот это была такая задача на которую я пришла и как бы разобралась с ней вносила там небольшие изменения и ну в общем я вот вот начала знакомство со всем этим именно уже с готового довольно таки рабочего кода а вот у меня вопрос еще есть а ну вот есть это джетсон этот а есть отдельно камера а камера это какая-то специальная камера у нас это как бы был такой проект экспериментальные камеры которые были самые дешевые но это именно которые подключаются ну то есть джетсон это же типа такой как набор и там продают еще специальные камеры камеры обычно сетевая камера которая расположена вот на одном этаже и сетевая камера а джетсон уже через там свитчи это расположен вообще на другом этаже правда мог быть даже в другом городе то есть где угодно то есть это не подключенная к нему камера это просто он по какому-то адресу там какой-то скрипт забирал эти скриншоты да 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 это был отдельно запущен контейнер в кипик контейнер который брал снэпшоты настроен был по адресу брал снэпшоты в одном контейнере ну тут один наш контейнер рабочий с моделью он обрабатывал ну где-то 12 камер а вот каждый ну вначале мы экспериментировали каждую секунду у нас вначале забирались ну каждую секунду снэпшот собирался камеры клался в определенную папочку наша аппликейшн заходила выгребала эти картинки они вот обрабатывала и если определен ну в общем отправляла свои сообщения если было какое-то событие ну и соответственно после обработки картинки удаляла то есть такой цикл был короче 12 снэпшотов секунду могло да 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 работало потом мы чуть-чуть перенастроили и сделали что посчитали что все-таки чтобы был такой запас прочности у нас сейчас работает определение ну забираем кладем картинки каждые пять секунд вот вот то есть где-то 12 камер 12 папочек и в каждую папочку каждые пять секунд сейчас кладется по картинке и наша система потому смотрит там новые картинки снэпшоты обрабатывает и удаляет вы получается даже ну не дообучали эту модель или дообучали ее мы вообще не обучали мы ее взяли готовую на подключили опцию персон и она определяет человека ну получается что вот в первой этой такой в первом проекте больше было работы по тому чтобы взять все эти компоненты и заставить их работать вместе да но до меня он брал там написано систем ну можно заменить модель как на йолу так и инвидиевскую модельку йолу конечно надо обучать он там обучал но они просто сравнивали результаты какие и точнее и вот в данном варианте вот за стулом со спины вот кусочек там вот ракурс такой больше там голова плечи вот на фоне и компьютера вот вот в таком формате вот результаты лучше показала реснет ну моделька просто сравнивали результаты что лучше а вот и оставили эту модель хотя тренировали йолу и тоже она показывала результаты вот эта модель работает хорошо и ну четко отрабатывает все и у нас таких контейнеров было запущено три на трех джетсона ну в нескольких разных городах вот но после этого вот захотели еще определенные функции ну то есть разработать еще одно аппликейшн которая ловит людей когда они входят в помещение или выходят то есть ну тоже совсем другая как бы задача потому что надо было обрабатывать видео стрим а вот тут уже статика не подходит ну да если раз в пять секунд смотреть то там да это движение тут надо быстрее и ну это вообще совсем другой подход вот ну и вот начала я исследовать ну много всего есть в интернете есть куча каких-то как бы таких заманчивых они вначале рассказывают там кусочком теорию показывают немного код код на пайтоне вот о моделях рассказывают но вот как вот чуть углубиться если вот эти курсы как бы предлагают пройти они за деньги но как то вот все это тоже можно расковырять найти бесплатно а вот пишут они эти вот на видео стримы эти приложения на opencv в основном используют и используют разные модели есть йола используют есть еще какие-то полегче было название я тоже использовала ну там совсем легенькие модельки кстати на машины можно использовать не йолу а полегче а вот тоже если погуглить вся эта информация есть а вот и в общем собрала я другую другое приложение которое использует видео стрим а вот расскажу с какими сложностями я столкнулась для построения вот этой модели ну не модели а application первое это конечно было расположение камеры расположение камеры потому что вот в первом помещении таком опытном которым использовали камеру подвесили хорошо и как бы все хорошо пошло очень хорошо эта система работает с видео стримом и анализом ну вот как бы определением объекта когда камера находится сверху ну понятно да 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 потому что тренируем модель на объекте сверху он не изменяет свою проекцию везде одинаково одинаково на данной области мы его не теряем вот и очень хорошо все тренируется то есть как я границу входа прочертила линию получается камера сверху человек пересек эту границу вошел ну то есть зафиксировали вернее мы его словили моделью в одной области получается область разделена на две области да вот например выход и вход ну внутреннее помещение и внешнее помещение ну и все зависит от того где мы первый раз словили человека запускается модель определение объекта на стриме если мы словили первоначально объект внутри помещения потом запускается вторая часть application треканья мы его не отпускаем трекаем он подошел к входу условно это линия потому что проекция сверху пересек эту линию мы его уже фиксируем что он вышел а вот мы его конечно еще держим пока не исчез он трекаем а вот но вот он вышел потом исчез за дверью мы уже вот забываем об этом объекте и все у нас получилось событие вышел мы это событие отправляем куда надо там его обрабатывают как это работает я имею ввиду что ну йола тебе может помочь только в детекции вот ты такая подсунула ей изображение она сказала ну вот я очертила тебе границы эти координаты уголков дала там где человек внутри и ну а как его трекать не йола да конечно йола это чисто модель для того только чтобы определить объект кто это есть картинки персон или есть на этой картинке машина то есть йола создана только для этого ну вот мы нашли что дальше как нам для этого мы я брала картинку с камеры естественно набор картинок запустила потренировала и у меня определяется хорошо вот только вот люди больше никто не нужен на этой картинке и йола с этим очень хорошо справляется и очень хорошо определяет а для трекания там конечно существует совсем другой механизм там требуется совсем другой алгоритм ну если тоже погуглить в интернете есть разные решения есть решения написанные используются библиотека модели она мне не очень понравилась ну как бы там многие используют но как-то вела на себя хуже я использовала модель треканья через open cv а вот это получается что ты ну я просто пытаюсь понять а вот мы у нас есть набор этих кадров то есть первый кадр мы определили там человека второй кадр мы снова определили у нас есть стрим который программа в общем так программа считывает стрим это тоже у меня все это open cv работает open cv считывает стрим он идет по кадрам у меня например камера настроена в одной секунде у меня 25 кадров он это считает и каждый кадр он анализирует йола модель в общем каждый можно пятый но я поставила десятки каждый пятый каждый пятый каждый пятый кадр у меня запускается модель детекта то есть это картинка вот человека нет мы ничего не делаем мы просто каждый раз смотрим на кадр и каждый пятый кадр детектив но вот появился человек йола его определила вот нарисовала рамку этого человека в данном случае если проекция сверху как раз это очень хорошо четко определяется в основном голова чуть-чуть с плечами такой квадратик вот и определяется центр этого квадратика вот и ну создается объект с координатой вот потом а вступает на каждый следующий кадр модель трекания это уже не йола она следит за перемещением этого объекта ну относительно на веб-картинке ну ты ей такая говоришь вот типа была картинка и там в этой области меня интересует объект скажи мне где этот же объект на этой картинке да 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 трекание в принципе вот тоже opencv есть там хорошие треканье но анализировать перемещение центра этого прямоугольника это надо уже самому прописывать там уже смотришь то есть берешь получается список изменения координаты центра этого объекта куда он пошел относительно всей картинки соответственно у меня есть вот такая натянутая граница линия и соответственно пересек этот объект эту линию или не перенесек пересек произошло событие не пересек он не пропал где-то там вот топчется ходит мы это событие не передаем но опять же если этот объект через какое-то время не ушел не пропал с поля нашего зрения мы еще его держим в памяти этот список сохраняется хорошо прошло пять кадров и снова отработала йола и снова она разметила это изображение но у тебя еще есть информация то что затрекала и потом это типа как-то соединяешь да это связывается ну все тогда я понимаю да мы каждый раз да ну опять же добавляем новые объекты если появились в течение там какого-то времени или удаляем эти объекты из памяти то есть если пропал куда-то этот объект так хорошо и ты говоришь что это хорошо работает сверху то есть с других сторон видимо не очень хорошо работает да вот потому что у нас был хороший такой для экспериментов помещение ну помещение рабочее куда ну было там много комнат и существовало два входа всего лишь в это помещение вот и подвесили над входами камеры но единственная была проблема потолок был низкий раз и второе не смогли подвесить вот сразу над входом камеру ну вот там такое помещение а вот поместили камеру чуть-чуть в ну как бы над входом получалось совсем практически над макушкой получалось очень быстрое событие мгновенно с большим таким вот расплывчатым объектом который появлялся уходил то есть это надо было выше как бы для хорошего результата выше некуда в общем разместили чуть-чуть вот в стороне где-то наверное метра два от входа ну и получается что объект который например движется он там когда он близко возле камеры огромные занимает пол ну не пола треть изображения потом он так вот уменьшается уменьшается когда вот то есть меняется проекция ну и второе конечно вторая проблема это перекрытие то есть в дверях во входе там могли одновременно пройти как бы два человека если так постараться и три но при этом вот когда вот один за другим то есть человек вот теряется и там были потери это с этим как бы я так чуть поработала сложнее было потому что линия уже не подходила для определения входа выхода вот потому что человек просто подходил например ко входу он не выходил не входил он там помаячил он вроде бы как бы линии пересекает но он никуда не идет потому что вот и обратно возвращается а линия уже как бы затронута ну как с этим работать а вот тут второй такое второе решение было разметил разметил обход такой меткой ну полигоном вот и получалось что когда человек подходил к двери а мало ли того что у нас еще там область такая была что возле двери с одной стороны был принтер а с другой стороны от двери в этой комнате стояли там кофемашина и народу конечно много могло там находиться пить кофе маячить ходить уходить обратно на свое рабочее место а вот и полигон получается как работает ну вот например камера установлена внутри комнаты а вот и получается человека внутри комнаты идет к выходу он засвечивается на фоне полигона ну тут как бы избыточность событий было но все равно в остатке примерно должно было бы быть то же самое то есть засвечивается на полигоне он вышел но если он не вышел то он все равно тогда рано или поздно из области полигона выйдет а вот то есть он может конечно там маячить там вход-выход вход-выход но в итоге если он все-таки не вышел в дверь и не ушел куда-то он все равно в итоге по сумме будет что он вот в помещении а вот на единицу больше а вот и эта система тоже довольно таки неплохо работала но вот процент точности низкий потому что ну существует перекрытие людей по сути твоя история подтверждает вот такое утверждение что чем лучше изначальные данные тем лучше и результат ну конечно а если еще более общо то как-то народная мудрость хорошо делай хорошо будет а типа плохо сама получится вот так что да тут мы сразу несколько подтвердили слушай а ты в самом начале рассказывала что тебе математика для каких-то целей ты прям там поднимала ну здесь я математику вообще никак не использовала вообще ну как бы вот такое чисто программирование да логика а вот чтобы начать заниматься ну по крайней мере визуализации ну вот использовать модели обучения и вообще вот со всем этим возиться и заниматься знание можно сказать так знание математики здесь не надо если вы не хотите создавать вот свою собственную модель вот идентичную там ела или там да там надо а вот здесь же здесь есть вот определенные девайсы да вот надо разбираться там хорошо так разобраться в ну настройки системы сборки контейнеров как бы вот да Python надо знать некоторые пишут приложения я так понимаю на других языках на Python много разных приложений написано интересных любительских и куча всего тоже там трекается и изображение есть то есть можно ворыться найти готовые решения в этом очень ну я бы сказала несложно разобраться можно самим это все устанавливать и пробовать то есть здесь изучать высшую математику вот совсем не надо уже все как бы создано вот а так да очень интересно и вот можно пробовать да я уже почти заказал этот Jetson вот пока мы с тобой разговаривали если бы его можно было еще купить вот так вот легко потому что там на сайте NVIDIA пишут что мол ну так ерунда вот даже тот который у вас там что-то вроде 600 долларов но в наличии нету сорян да а на ebay 4000 долларов так что и на 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 там мало памяти для для меня ну так но модель все равно тренируют я читала люди тренируют единственное она как бы долго будет тренироваться вот моя модель которую я вот тренировала на вход она ну тренировалась вот я ее где-то ставила в 11 часов вечера ну и к часу дня она уже тренировалась а вот это вот я думаю это у вас этот совет да да но в принципе ее можно не выключать то есть она есть вот я читал даже у людей некоторых тренируется но неделю она тренируется если она помещается в эту память в принципе а то может еще и не помещаться ну как то помещается но пишут люди это в принципе надо почитать хорошо потом если много слоев то она такая типа говорит я вот пытаюсь как бы загрузиться в твою память ну не вылезаю а по частям не могу ну ты все ну да от количества слоев зависит тут все таки мы на человека одного тренировали и то есть наверное наверное это сильно различаются задачи например есть человек или нету человека или ну это как бы или два класса например человек женщина или человек мужчина конечно когда у тебя будет объектов больше это все конечно будет сложнее а именно так сложнее определить когда вот либо может быть разрешение кадра у вас кстати наверное просто full hd был или нет да 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 и не уменьшали ну имею ввиду нет не уменьшала потому что потому что помещалась модель память наверное во первых помещалась во вторых нет я пробовала работать с меньшим разрешением вот был результат похуже потому что во первых у нас разное освещение там этих камер бывает там есть какие-то сумерки вот время от времени а вот ну и как бы хотела вот добиться максимальных результатов а вот и с камерой которая изображение сверху там использовала я в стриме такое с пониженным разрешением и в принципе нормально работала а вот когда камера вот снимает не сверху а вот чуть сбоку там и модель хуже отрабатывала вот даже на full hd да вот очень много таких тоже мелких настроек ну надо смотреть думать конечно в начале конечно лучше всего подходить вот максимально аккуратно и конечно обеспечить наиболее точные данные потому что если ты кое-как камеру подвесил картинки какие-то непонятные подсунул для обучения все это вот конечно потом и не поймешь в чем проблема что у тебя не так вот класс на самом деле мне кажется что это такая хорошая мудрость на которой можно и закончить наш великолепный подкаст спасибо тебе что пришла рассказала потому что на мой взгляд это вообще такая тема вот просто если слушатели наши вот хотя бы не знаю десять процентов не купят эти штуки и не начнут там не знаю трекать хоть что-нибудь потому что а как можно не начать я с трудом представляю как удержаться вообще и тут как бы такая информация которая вот дает возможность какие-то идешь типа покупаешь девайсик все качаешь модельку и ты data scientist просто да при том что готов ну как бы не готова предложение но решение как это решить какие библиотеки использовать например для трека для детекта то есть это все в интернете есть обсуждается очень подробно уже все расписано есть целые проекты например для трекания вот машин на трассе для трекания футболистов на поле то есть вот есть уже разные определенные решения задач ты уже рассматриваешь что тебе ближе несложно в принципе разобраться и можно под свои нужды что-то адаптировать то есть это уже все есть людьми написано изучено и совсем это несложно новичку разобраться потому что как бы до этого я не работала в этой области вот и пробуйте интересно да еще маленький дисклеймер не знаю как в других странах но вот я как-то смотрел в беларуси если вы снимаете улицу ну просто поставить дома камеру которая будет направлена в окно и снимать улицу то это такая типа скользкая тема может оказаться что вы нарушаете какой-нибудь закон там все зависит от интерпретации типа зачем вы это делаете от намерений если вы например снимаете но сами не смотрите а смотрите только в том случае когда что-то произошло это типа окей а если вы снимаете и смотрите типа для того чтобы следить то все это короче нарушение закона и ничем хорошим это не закончится поэтому нужно об этом думать но тут главное я так понимаю не транслировать куда-то результаты не ну если еще и транслировать да нет да хорошо так вот спасибо тебе за то что пришла к нам рассказала такую важную тему и да и еще хочу сказать что ну как обычно если вы дослушали до этого момента дорогие слушатели а может даже и зрители обязательно ставьте там лайки подобайки все это вот пишите комментарии и до скорых встреч пока лена пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok